Стоял, говорил, прямо ко мне сюда, и меня благословил. Так там разговоры были, мы тут к нему были, вдруг примирились, вдруг благословил. И он сразу туда, около меня, чтобы не подошли, а уже мы сделали. Вот как они сделали там все. Они еще не делали, это спонтанно получилось. Суд был интересный, красивый. Мы заходили в зал, у меня слово дырки оказалось, Христос воскрес, весь зал. Поистину воскрес, люди не знают, кого выводить. А один перекрестился, вы моление, выведите его из зала. Моление он перекрестился. А в общественном месте моления не должно быть. Ну, статью-то можно найти. У меня процесс был очень интересный. Во-первых, никого больше не хватали. Рядом были, которые, а процесс это, Яковлева, его тоже против него, как бы, ну, хотели. Но ничего не получилось. А было такое, что вы не знали, как отвечать, было. Вот там у кого-то, где-то на Украине или в Молдавии пленки нашли мои. Вы им давали? Я не знаю, давали ли мне. Как? Потому что они друг от друга переписываются. Это же пленка, не книга переиздательная. Я не знаю. Но они говорят, что вы дали. Вы что скажете? Я говорю, если наши мнения расходятся, верить ему, а не мне. Потому что он пленку получил, чего бы не запомнить-то. А через меня прошло их 15 тысяч. Как я могу запомнить? Не знаю. Что они скажут, тому верьте. Вот так шел процесс. Сказать такие, чтобы кто-то повредил мне, не было. Решили меня последнего слова. Это вообще. Димитрову в фашистской Германии, Георгии Димитрову, дали слово. Мне не дали. А почему? Назначили через три дня, привезли в пустой зал. Я говорю, люди-то со всех городов тут, можно сказать, были представители. И баптисты тут. Кого только не было. Вы назначили. Вы будете говорить слово или нет? Я говорю, я буду, у меня приготовлено. Но людей-то нет. Значит, отказались. Как же я отказался-то? И все, так и осудили. Ну, это может быть и... Потом, когда я вернулся, я нашел эти, которые эксперты были. Я говорю, вы говорили так, нас заставили. Вы же деньги за это получили. Я уже узнал, сколько, чего. Надо было доказать, что я распространяю не просто сведения, а заведомо ложные. То есть, я знаю, этого раскулачивания не было, а я говорю, было. ГУЛАГа не было, а я говорю, было. 37-й год, я говорю, было. Они говорят, не было. У меня данные, а мне помогали люди, данные пересылали. Я показал, сколько людей, какие указы были, время о свободе религии. Ничего во внимание не берут. У них заказ был. Но у меня был очень хороший человек там, подполковник КГБ, Николин Юрий Михайлович. Это вообще. Я его назвал интеллигент с большой буквы. Он первый раз меня из тюрьмы вывез на своей машине КГБ, при орденах своих, со следователем. Матери вашей обещал вернуть, я вернул вас. А второй раз, когда меня посадили, он был на пенсии. И когда узнал, он пришел в органы и говорит, вы кого арестовали? Через столько людей пришли подпольщики, получили паспорта. Дети пошли в школу. Вы что делаете-то? Ну, уже осудили, теперь мы не можем. Он говорит, Игнатих, дураков у вас у нас хватает всегда. Ну, я вышел оттуда. Вышел. А когда осудили, судья, прокурор, вы поняли? Я так шагнул два раза там. Я говорю, два шага я на той стороне буду, как Илья на колеснице. Процесс был интересный. Я спрашивал, когда вернулся, ну как вы? Со стороны я говорю, ой, как вы мужественно отвечали, власти обречали. Я говорю, а внутри меня все содрогалось. Я опасался, со 190 и 3 у КАРС СПЦ, меня переведут на 70-е. Это срок в два раза больше. А мне надо работать. В святом студии меня разобрали, разворовали. И поэтому я сдерживался до конца. Не договаривал кое-что об обречении властей. Статья была политическая. Ну, ее приплели к 142-й, молились незаконным действиям. Священников, когда просили, нет, он всегда в храме был, причащался здесь. Но мы и дома собирались для занятий. А эти занятия они взяли, как-то сделали так что. И что главное, когда я вернулся, арестовывало КГБ, сажал краевой суд, а ответственность за все, что взяли, городская администрация. И когда суд, 11 лет шел у меня процесс этот, 11 лет. Общий, сказать, на что я претендовал, согласно нормам, 11 миллиардов рублей. И я суд выиграл. Одну двусотую только отдали. И одну двусотую часть. А они не могли оплатить. И Бог дает такого судебного исполнителя. Я тоже не знал, какая власть. Она пришла в городскую администрацию. Я арестовываю все счета. Я день бюджетник, учитель, врач. Не получит ни рубля, пока сладким не рассчитаетесь. И со мной заговорили по-другому. Нам рассчитаться надо с вами. Как? Я говорю, нам нужна недвижимость. Потому что мы от Русской зарубежной церкви. И мы хотим отдельно молиться. А уже общий нарегистрируется. Ну и договорились. Показывают, насколько вы хотели. А там, где кабинет главы администрации Железнодорожного района Петрова. И, говоря, вот вместе с прихожей. Ну там не больше ста квадратов. Я думаю, захватил я много, не дадут. А дали 226. Два здания. В одном мы живем, а в другом храм устроили. В это время мы очень близкие отношения с мэром города. Он в лучшую десятку России уходил. И все пошло, получая здание. Ну а дальше вот так. Победно все закончилось. Обвинения сняты. Вернули, что могли. Самое жалкое, у меня огромное пистолярное наследие. Я профессиональный переплесчик-реставратор. Все письма. У меня книги, я переплетаю книгами. Каждая 650 страниц. Сколько было тому? Примерно колосса тому. И они, говорят, две большие кучи краевого администрации, краевого суда сжигали. Ну у меня после этого еще 77 тамок. Там краеведческий музей, краевой там у меня брали. И поэтому вот это я скорбел. Там письма моих дядьев, Макара Филаретова Буныила, материн братовьев, погибших на фронте. По одному письму и все сожгли. Можете уточнить, сколько вы сидели и какие были условия? Какие были там самые сложные испытания? Ну вот ответить как? Значит, осудили на 2,5 года. Отвезли. Они знают, что я языками занимаюсь. Я так понимаю. И чтобы у меня денег было доступа, они поместили меня в Казахстане, Джамбульская область, в городе Жанатас. Осудили меня в 86-м году, в августе месяце. А до этого я сидел в 80-м году. И это все причислили, что он уже за счет. То есть они по честному все сделали. Ну и вышел указ в президиуме Горокомного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. Нас в стране насчиталось 210 человек. И это было в марте 87-го года. И 25-го марта, 15-го это решение Горокомного было. А теперь освобождение. Интересное освобождение. Сидим в столовой. Ну там 10 человек на столовой. 750 человек. Ясное дело. А я каждый раз стою на ноги и за стол молюсь. Меня все видят. Предупредили в лагере люди, чтобы ко мне никто не подходил. Кто подходит? Ходят, которые охранники, черенки лопаты. Лопата эта бьет черенком. Я могу разговаривать с людьми, у меня претензий не было. Мне сказали, что гражданские предприятия. Видели, видели. Это майор КГБ приезжал из областного центра. Сказал. А у меня там пометка стоит. Пальцем, чтобы не задевали. Меня охраняли. Где избивали? Там ломали. Убивали. Мне сразу. Пальцем, ты иди там в красный уголок, посчитай журнал. Так, меня не трогали. Я молился. У меня были просманы. Была Библия. Бог расположил в сердца начальствующей. А у меня три раза в день я в колонилке был. И бронхи никуда шли. И тогда один человек расположен был в словах Владимир Васильевич. И там врач Татьяна Прокопьевна. И они с собой заговорились, вызвать его надо. А я в пошивочном цехе. Как-то. А там отдельная зона для туберкулезников. Железно обнесенная. И я его не знал. Он высокий такой, худенький. Но тоже. Ночью, когда работаю, в ночную смену. А он проходит мимо лакты. Я сейчас вас хватаю за руку. И мы с ним вижу. Беги и оглядывайся. А там, когда уходишь, в высокий забор. А через него лесенка. А потом туда. И он схватил их. Бригадир увидел, что бежит. Куда вы он здесь? Не разговаривай, беги. И мы прибежали. Он захлопал дверь. Железо. Они не могут зайти. А когда зашли. Он говорит. Они уже меня обследовали. Сказали. У него обнаружено. Доказали. Но бронхи. Налеких еще пока не было. И он мне сразу двойную порцию масла. Это Бог делает так. Ну просто не расскажешь. Когда обысковывали Библию себе. Все их спрячут. Просворы все у меня. То есть. Закрещенные относились ко мне. Очень хорошо. Но если у меня что-то лишнее было. Ну не стеснялись воровать. Где-то. Поэтому я ничего лишнего не держал. А просворы при себе. Однажды идет. Долубая. Самый такой рор. Ты лапки. Чего ты раздулся как пузырь? А у меня вот так вот все в карманах. А так. Ну-ка. Покажи. Нужно шапку снять. В шапку все. Я складываю в шапку. А там просто. Внутри там еще там нет вроде яд какой-то. Еще нету. Пальца не трогал. Вот так было. Отношение начальствующих было очень хорошее. Даже когда я выходил. Уже сказали. В два часа. В 25 марта. Чтобы я не был. Я на работе был там. У меня быстро прибежал посыльный бегом. Осталось всего один час. Ровно через час вы должны быть за забором. Я еще ничего не помню. Все пришло освобождение. Что у вас есть лишнее раздавание? Ну что лишнее? Скорее. Кому надо или не надо раздавать. Так. На выход. Бегом. И к этой минуте. О какая дисциплина там. За забором. А теперь я уже как оттуда. Как гражданин свободный. Я говорю. У меня вначале был лагерь. Бахаев. Я говорю. Так и так. Меня освободили только сейчас. Я иду по такой статье. Я видел все безобразия. Все нарушения закона. И я пишу письмо в Центральный комитет партии. Если нужно я поеду сам. Так что я вас предупреждаю. Я не тайно это делаю. Я не любил делать тайно. Он говорит. Ну это ваше дело. Лагерь расформировали. Результат конечно. С чем это связано я не знаю. Этого сломака Владимира Васильевича я нашел. Переписываюсь. Я его выслал к видео. То есть все закончилось триумфально. Я либеретировал. Ну и опыт у меня приобретен. Я сразу же сотрудничал с местом СИЗО. 3700 человек. Я знаю в чем он думает. Как он смотришь. Меня даже однажды. Которые. Голодовку держат. Там по 6 ходок у них. Там подойти нельзя. Я вызвался. Я подпишу. Я верующий. Начальник говорит. Никак нельзя. Они сейчас там такие. Они уже знают что кто я такой. Я зашел в той поздравлении Ладкин. Ну я начал говорить. И к вечеру. Все вышли из голодовки. Мне звонит кажется политоотдел. И говорит. Я всю жизнь проработал. Не слыхал такого. Да одного выше. Что вы могли себе сделать. Я указал на Христа и на Пасху. Я сказал. Завтра Пасхар. Угадала. Паститесь. Теперь не голодовку. А паститесь. А завтра вы разговерите. Все как. А я иду к начальству. Все расскажу про вас. И к губернатору иду. Я ходатайствовал много. И поэтому. Когда я иду по камерам. То и ко мне отношения закрещенные было. Соответствующие. Много людей. Очень благодарные. Так вот я прошел. Ну так скажу. Триумфально. Без всяких потерь. Тем более. Миссионерская поездка. Мы сто двадцать тысяч километров проехали. Ездят. Только в Чечне не ездят. Головы режут. А молодые вот таких берете. Зачем? А вы хотите быть мужчиником. А нас встретили в Чечне как родных. Чеченочки с нами сфотографировались. Книги приняли. Что они спросим показывают. В магазин затягивали. Там сыр что берите даром. Какой народ хороший. Люди не знают их просто. И поэтому. Я у меня благодарен. С письма в виде от Рамзана Ахматовича Кадырова. Я считаю его. Не просто героем. А тот кто закрыл дверь до террора. Сколько уже нет нигде. Попутно говорю. Можете рассказать. Как вы вернулись в потеряне. Создали общину в потеряне. Как это происходило. Как это происходило. Святого Владимира Васильевича. И статья в Маморской газете. Света Октября была. Игнатий сказал. Без Бога жить нельзя. Без Бога добрые дела не получатся. А какая у него мечта. Я слово мечта не люблю. Это не христианское. Он говорит. Восстановить деревню. А в то время было 440 деревень на Алтае погибшие. Где-то 360. Потом 440 будет. Ну разваливается все. И первый приехал сюда. Не я, а Тесаким. А тут приехал Виталий. Ну и все остальное. А лагерь-то у меня с 1972 года. Я в лагерь рядом. Теперь мы постоянно. За ним присмотрят. Нас 18 раз за тла сжигали. Были силы. Мы плакали. Молились и сразу начинали заново восстанавливаться. Я знаю поэтому. Русский человек как выживал. Я на практике все это прошел. Восемнадцатый раз с нуля. Начинать все строить. И шалаши. Ну все. И вот поэтому. Когда вопрос вот этот задают. Как? Оно. Тяга к родине. Здесь были родились. В то время надо чтобы регистрации. Мамонтовский совет депутатов там проголосовали против. Не хватало нам тут наркоту разводить. Денег нигде нету. А средства будут утекать из совета. Батюшка был в Белом доме в Москве. А там был отец Глеб Якунин. Депутатом. Он провел. Батюшка якобы там потоптал. Походил. И видимо звонок. Теперь опять заседание. Все дадут депутат. Походил в руки проголосовали за потеряевку. Не один был против. И все до одного туда и сюда. Почему? Указания. А терять депутатскую должность это терять и деньги. На нашем начале ни гвоздей, ничего нету. Везде дергаем ржевое. Пивные ящики. Но ничего нету. Но надо было цемент доставать. Это было надо поручительство какое-то. А мы в натуре все это, деньги-то добавили. Инфляция была в то время. Ну я судился, поэтому знаю. В 91-м году 10 тысяч 70. Если рубль стоило, то теперь 10 тысяч 70. Я точно знаю цифру где-то. Ну и помаленьку. Первый дом с Аманной. Грин вмешался с Соломой. Нашелся хороший человек. Коня продал нам. Тогда он был директором, кажется, Акадьникова. Игонин, как его зовут, Валерий Григорьевич. А коней, значит, мешать можно. А то на корове все делали. Батюшка корову купили. И опять же чудо божье. Упала береза. Корова ела там где. И в некое другое береза упала. Ну батюшка думает, ну хоть мясо же, чтобы. Подошел, она посреди сучков точно стоит, жует крыль. Листики. То есть таких вот моментов было неоднократно. Оказалось, все. Ничего подобного. У Бога все вымерено. И дальше уже люди стали Анасман, сделали объявление. Поступило заявок, кажется, полторы тысячи. Ответили мы только троим. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Один приехал, я не пью, не курю, у меня средства есть, но я матерюсь. Сознать об этом заранее, это честный человек. Ну посмотрел, все пограилось, но я матерюсь. Ну а ты не матерись. Я не могу, я сам не знаю, как вылетает. Ну мы отказали ему. И разрешили трех. Из трех остался только один, и тот развелся. Так что поселиться на новом месте, построить все, хозяйство, потом школу открыли, построили. У нас хорошее отношение с властями. Вот здесь другой еще пытался построить. Ну я знаю его там, фамилию, имя. Но приехал, сейчас я ошибусь сколько, чуть ли не 40% машин только у него было богатых. Двухэтажные дома. Началось воровство, блуд, измена, и все развалилось. У нас скрепление, это вера во Христа Иисуса. Батюшка здесь сразу восстановили, где клуб был, храм. Стали дома строить. Ну а потом, я подсуетился, дороги выправили. Шесть прудов, зарыбили все. То есть настоящая, красивая, интересная жизнь. А лагерь все время люди приезжают, смотрят. Но я верю, что день потеряется и не наставка. Вот даванут где-то там, люди бросят. Лучшее воспитание детей, чем здесь не найти. Учтение верующие. Все люди верующие, за чужими детьми смотрят. Вот это наиважнейшее. Но дети это наше сокровище. Ну вот так. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создать детский лайф? И вообще, как это все происходило со мной? К нам всегда приезжали гости. Но когда последний житель уехал в 1972 году, а это наши родители уехали последние. Уехали к Асуакиму. Он тогда еще не был священником. Киргизское СССР, село Баруцовка. Они уехали, а здесь пусто. А мы приезжали каждый год, и люди отдыхали. Отдыхать теперь не люди. Мы стали брать с собой матрасовки, находить салону, набивать, шалаши строить. И в 1972 году вот так. А лагерь в разных местах, как стоянка была, вот даже сохранилась. Шалаши, палатки. Мы понимали, что надо более основательно делать. Но основательно делали и сжигали. В 18 лет. Перестали сжигать, когда в 1991 году приехал сюда батюшка. И тогда все рядом, за людьми. Тут уже не стали нас трогать. Мы первые были, потеряя ползу, раздаем две без гитл. Тут было, что трактора наймем. Потом все успокоилось. Вот в системе деревнях жители потеряевки. Один из них, сельсков Алексей Семенович, мой крестник. А он главный агроном Хорчина. Я не знаю, там 22 тысячи гектаров было. И он за нас ходатайствовал. И для лагеря выхлопотал там за подписи депутата, директора совхоза, председателя сельсовета, еще кто-то. И он главный агроном. Три гектара земли дали мне на 10 лет. Ну и мы еще не строили. Теперь нас вылетворять нельзя. Земля как бы и нам принадлежит. И поэтому нас уже тут никто не трогал. Летом. Ну а зимой тут хулиганье, сжигали. Правда, милиция расследовала, я жалобу писал. Никого не нашли. Ну, в Чечню пошли, там сгорели некоторые. Может быть, это отголосок того пожара, который устраивали. У нас когда в лагере были, тоже было. Одна же, помню, сошли с поезда, сразу в лагере. 72 человека. Это сотрудники Академгородка, город Новосибирск. А тут на мотоциклах переехали. И давайте кирпичами нас кидать. А у них у всех тут лопаты приехали уже, мы строили. Это как выскочили ночью. Тебе не знают, куда бежать. Эти кирпичи в них обратно полетели. И они увидели, что мы не просто рохли какие-то. Я не кидал, не знаю. Ну, я людям этим говорил, а если бы попали. А как с ними разговаривать? Ну и все. Крещение было, тут фильмы снимали. И эта мысль, так как я отдыхаю здесь, и дети знали. И было интересно. Власти нас держали под контролем. И вот интересно, рядом Пасухи был домик. Это все корчины принадлежало уже в то время землятам. И когда за стол садимся, молимся. И первый секретарь райкома партии, говорит, это он привез два автобуса учителей и всельсоветских работников там какие-то, чтобы посмотреть на нас. Как только молиться, они все выстроились. Ну, для них это шоу было. И однажды он привез всех этих людей открыто. Сколько у вас? Я говорю, не знаю. А как узнать? Он приезжает, уезжает. Фиксирует, никто не фиксирует. Я в колокол ударил. Ну, колокол, лында кислородная висит. Как посыпались кто откуда. А девчата были уже такие на выданье. А ребята с армией вернулись. И штукатурят, когда претензи заплетен на зустану. Это стенки нашей кельи-то. Ну, ударит глина туда, она в глине. Ну, веселые все. И он потом сделал заклад. Первый секретарь купает. Сейчас могу ошибиться. Кажется, Александр Алексеевич, что ли. И он говорит. Вот я был там. И городки у них, и лазить, и разные игры детям. И ни рубля государство не просит. Почему у нас все дай, 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 дай? Он поставил у нас пример. Да, мы работали. Мы отдыхали. В воскресенье, суббота мы молились, считали. Всегда подъем в 5 утра, а обслуга в 4.40. Это с самого начала. Возили крест. Отсюда крестовоздиженская община будет называться. И не в честь моего обращения 27-го на этот день. Ну, вот так все и было. Я так создал лагерь. Или этого не было. Деревню создать, ну, прямо устал, все. А в лагере по-другому было. Условы говорили. Нельзя там на целом столе, все когда ешь там. Ходили всегда босиком. Дети выздоравливали. Выздоравливали. Больного ни одного не было. Хотя в лагере трудовой. Потом его так и назвали. В честь эксперимента Анкирского, мученика 312-м году был казнен. Больше вроде кто-то простотал за мировой историей. 29-летие его пытали. Не сидел, а пытали. У него же ни одной предки не было, которая ему принадлежала вначале. Отбивала, отпадала, нарастала. И это он маленький, остался с 7-летней сиротой. А его богатая женщина Сапиева усыновила. И он подбирал в галате и брошенные детей во время голода. И поднимал их на ноги. А у меня дети как раз такие. Ему сейчас всего назвали лагерь. Вот так. А теперь Роспотребнадзор у нас стал 30 несколько лет назад. В 98-м 15 крови в комиссии. Задача уничтожить. Потому что на поле нашего лагеря, я их лагеря называю, гнанике разврата. Вот. И теперь они с нами там. Вами, ты как это было? Подготовили, мы плакаты написали. Дети на крыше. Говорят, тайны делали. А как они узнали? Кто-то сообщил. Ну, я теперь могу сказать, никто не сообщал. Дежурство шло на вышке. Построили большая вышка. И дети смотрели в разные стороны. Автобус выехал из-за леса. В колокол ударились. В деревне прибежали люди. Все снимают. А дети стоят с плакатами на крыше. А крыша такая плоская. На столовой ее видно. Плакат один. Коммунисты-людоеды. Руки прочь от лагеря Стана. И дальше. Лютые волки. Займитесь своей душою. Бог не в силе оправдан. Александр Невский. И все плакаты. И дети скандируют. Не заходите. Не заходите. А я молился. В это время не появлялся. Ну, они постояли тут. И милиции. И кого-то не было. Даже КГБ подстегнули. Прокуратура. Но в лагерь, когда там две жертвы, никто не вошел. Это благодарение Богу. Власть не нахальничала. Они хотели законным путем нас уничтожить. А когда уже мы зарегистрировались, тут они на нас населились со всей силой. Норму надо. Я-то еще и не знал, куда залез-то. Я под норму подставился. А какие нормы? В туалете должен быть там капель. Какой капель-то? Сортир обыкновенный. Хлорки, сыплется. Ничего нет. Больного не думают. Самое главное. Не одного ребенка за 48 лет. Я начальник. Ну и они ничего с нас не могли закрыть не могли. Интересно, приехал. А у меня близкие отношения с паркурором края были. Пара Студ Юрий Федорович. Генерал, лейтенант. И прислал заместителя своего. Кажется, Звиевского. И приехали, а мы их в лагерь не пустили. Сидим, занятия идут. Но они подошли. Им надо отчет дать. Ну мы можем сказать, что лагерь закрыть. Я говорю, вы видите, где сидят нельзя. Ну отправляйте. Ну вчера отправили, там человек 20. Но 15 приехало. Им надо отчет дать. Ну я их напоил, а за стол не пригласил. Когда вернулся, прокурор спасена. Наверное, сильно объявились. Что бы. Они вот у них такая дисциплина там. Мне в КГБ не раз говорили. Игнатий Игоревич, вам бы только у нас работать. Я не скрываю это. Почему я люблю порядок, стройность, военная дисциплина. Вот такое дело. Расскажите, сколько было детей в лагере. Самый такой, по большому количеству. И почему все-таки лагерь вы закрыли? 108-109 с обслугой. Больше не было. Келья рассчитана на 70 человек. Поэтому уплотняли. Столовая за раз не больше 50. А столовая, две столовые соединенные вместе. И на два раза. У нас везде свой порядок. Сначала взрослым обед подать. Взрослым мужчинам. Потом детям. Потом остальным. Почему? Я фильм смотрел. Александр Суворов. Про одного лейтенанта. Когда он в очереди с чашкой стоял. Приехал полковник. Ты что стоишь-то? Ты должен быть первый. Какая тебе очередь? Ты можешь сейчас потребовать, и без обеда останешься. Ты должен быть первый. Ну и я висели по времени подщипал где-то. И по милости Божьей, вот как это было. Это надо было все брать. Поэтому много читая, я многое постигал от лагерей других стран. И особенно я наставил на пульте японском канзио. Не пищать. Дети у меня в ступровых условиях, как они считают, были. Разговаривать шепотом нельзя, когда легли. За столом ни слова. Это понимаете? Для ребенка как? Во время работы не разговаривали. А дрова пили, мы сами себя обеспечивали. И у меня было физическое наказание в лагере. Приезжают, осмотрят, кандидат медицинских наук, детей оденов. Я думаю, хоть бы одно пятнышко нахуй в машине. Вас избивают здесь? Мальчишка нет? Никто не избивает. Нас просто наказывают за наши проступки. Ребенок делает различие. А как наказывают? Ну, смотря как. Вот один пример. Мальчик ударил девочку. Она моложена, она два года. Я что должен делать? Мне девочку отдали, для того, чтобы били ее здесь. Сразу в колокол пять ударов, это тревога. Тревога означает, напали коммунисты на нас, или враги насилия, и пожар. Сразу. Так, выходи, Алеша. Ты ударил ее? Ну, я не сильно так. За что она не давала там игрушку? Ну, ударил. Ударил. Сколько раз? Два раза. Два раза по губам крапива, а крапива жгущая. Заходи отдельно, все в это время молятся. Я положил крапиву.